Продолжение следует... Люди умирают не от опухоли, которая локализуется в молочной железе, а от других опухолей в других участках тела. Я думаю, что для нас очень большая, так сказать, возможность. Моя основная задача – это определить границы и края. Кроме того, я хочу представить себе, как они будут после вмешательства смотреть в зеркало и насколько они будут удовлетворены полученным результатом. Кроме того, одним из аспектов здравоохранения является, конечно же, стоимость всех медицинских процедур и возможности найти пути. Вот как это все объединить для получения оптимального результата у каждого индивидуального пациента. Отсутствие конфликта интересов я работала со многими компаниями по разработке образовательных материалов, а также технологий. Интраоперационная локализация опухолей в течение уже многих лет выполнялась при помощи электродов, ну и биопсии стереотоксичными под контролем ультразвука. Кроме того, используются также новые методики, которые появились на рынке. И я хочу говорить об интероперационной оценке краев, как получить наиболее оптимальное негативное соотношение краев и так далее. И возникает вопрос, на который должен ответить себе хирург, прежде чем покинет операционную, оставил ли я в организме какие-то туморные клетки или нет после, и необходима ли будет какая-то. Но 20% повторных операций из-за положительных краев – это, конечно, неприемлемый вариант. Но, тем не менее, до операции необходимо, конечно же, выполнять и выбирать те методики и те подходы, которые дадут оптимальный результат по полному удалению опухолей. Итак, локализация вот такая, какие имеются, это, скажем так, методика прошлого, она обладает определенными недостатками. И это фактически кошмар для лучевых специалистов, связанных с огромными задержками в операционной комнате. Кроме того, вот эти вот проводники, они мигрируют. И вот, чтобы локализовать вот эту область, вы видите, что вот здесь редукционная лобектомия, и Филадельфия выполнялась. Но здесь ей было не показано сохранение органа, органосохраняющей, и поэтому онкопластическая методика была использована. Интраоперационная, я определяю все края, и вот здесь вот образцы, они в операционной комнате, вот такое устройство используется. Я сама могу, даже фокситрон, могу смотреть на предмет наличия кальцификатов и так далее. Я предпочитаю метод ультразвуковой локализации. Я использую ультразвук, и у нас не так, ну, в общем, во многих больницах в Соединенных Штатах, где хирурги есть, которым не разрешается использовать ультразвук, потому что там ведутся до сих пор дебаты, так сказать, применять, не применять и так далее. Даже, скажем так, в профессиональном сообществе фактически ведутся дебаты за возможность использования этой методики. Но каждый врач, который имеет хорошее образование, он должен, конечно, уметь, ему легко пользоваться ультразвуком, и, соответственно, таким образом я намечаю область резекции DCIS, который вот здесь, соответственно, два маркера я использую, и фактически вот здесь небольшие единицы ультразвуковые, которые, бывает аппаратура, которые очень подходят и могут легко использоваться, и, конечно же, и пульпаторный я тоже помогаю себе. Вот удален образец, что я делаю дальше, вот окрашенный, я его, соответственно, обрабатываю, использую маркеры, когда я не вижу, соответственно, кальцификатов, и действительно влияние, которое оказало такой подход, это снижение стоимости, соответственно, операции. Были выполнены многочисленные исследования по экономической эффективности ультразвукового локализации, фактически 700 долларов на каждый случай экономятся по сравнению с использованием Eagle. Кроме того, вот такой под ультразвуковым контрольным хаггематома. Это гематома, направленная под контролем ультразвука лампектомия молочной железы. Это исследование, которое было проведено на 186 пациентах, и, соответственно, вот это исследование, что о нем можно сказать, что микрокальцификаты, вероятно, все-таки нужно определять при помощи иглы. И мы знаем, что это DCIS, микрокальцификаты. Это, конечно, самая большая проблема при определении краев опухоли. Итак, множество преимуществ использования без метода локализации. Во-первых, эффективность, точность повышаются, соответственно. Кроме того, снижается частота повторного хирургического вмешательства. Но что касается экономии средств и экономии времени, вот тут еще остается знак вопроса. Итак, радиоактивная СИД-локализация, РСЛ, во многих клиниках в Соединенных Штатах используется. Специальная программа была запущена. И радиоактивный СИД располагается в течение нескольких дней до выполнения процедуры. И вот СИД отслеживается очень пристально. Его нужно вернуть обратно в учреждение. И если потеряет учреждение, то фактически потеряет ли лицензию на выполнение таких процедур. И, соответственно, одним из аспектов локализации связано с тем, что это достаточно популярно. Это фактически используется такое же поисковое устройство. Используется, но, конечно же, требуются дополнительные навыки. Должен приобрести хирург. И, кроме того, конечно же, должна команда целая выполнять. Это мультимодальный такой, скажем так, аспект. Кроме того, другие методики, другие технические подходы выходят на рынок. Все их мы не сможем рассмотреть. Но вот вы видите их на этом слайде. Я лично использую, пользуюсь некоторыми для того, чтобы, соответственно, маркировать узлы сигнальные. И, как вы видите, по размеру устройств по локализации, они достаточно небольшие, обладают как плюсами, так и минусами. Различные устройства по детекции используются, естественно. Но можно сказать, что фактически это работает лучше, чем локализация с использованием игл. Итак, локализация оккультных поражений, РОЛ, так называемый, радиоактивный. Вы видите количество, которое вводится в ложе опухоли. Все определяется по соответствующим формулам. Локализация устройства – это небольшое, которое держится в руке устройство. Я работала с этой методикой, когда пациент положительный, у него лимфатические узлы, которые нужно, соответственно, до неодевантной терапии, за месяц до выполнения процедуры. Проводится локализация и обладает определенными преимуществами. То есть, очень далеко от кожных покровов можно выявить опухоль. Кроме того, были проведены и другие исследования, где использовалась техника микрочиперополя. Один из чипов вводился в подмышечную область. Исследовались случаи патологического ответа, патологическая реакция на неодевантную терапию. Чип RFID вводился пациенткам интероперативно для того, чтобы определить, где местонахождение опухоли. И это прекрасная возможность, это прекрасный метод, который позволяет сократить время операции. Сэви-скаут, устройство Сэви-скаут, обладает некоторыми ограничениями, поскольку он очень четко визуализируется на МРТ. У пациентов с данным устройством возможно возникновение гематом при поиске данного устройства. Эффективность перечисленных средств была продемонстрирована на материале нескольких клинических исследований. Количество пациентов, которым потребовалось повторное хирургическое вмешательство в силу того, что у них были обнаружены позитивные положительные края, составляло всего 7%. Максид и Сентимаг, опять-таки, позволяют сократить время операции, но, к сожалению, создают артефакт на МРТ. Реоперация примерно 10%. Максид, опять-таки, очень легко размещается с использованием стереотактического водителя. Инвизио дальнозначительный интерес существует к трекинговой системе чипа. Чем эффективнее мы проводим локализацию, тем более полную информацию мы получим у локализации объема опухоли. Что касается размеров края по показателю DCIS, европейские требования предполагают показатель 1 миллиметр. И при использовании всех этих современных технологий самым трудным является получение отрицательных краев. У 500 пациентов-участников нашего исследования с использованием анализа замороженной крио-секции у 5% были обнаружены позитивные края. И во многих случаях у пациентов была обнаружена инвазивная карцинома. Интрооперационная визуализация является необходимым компонентом арсенала методов любого онкохирурга. И, разумеется, хирургам необходим доступ к ультразвуковым исследованиям для того, чтобы они могли работать более эффективно. Кроме того, применяется техника окрашивания, позволяющая нам определить, где находится положительный участок, где находится позитивный край. И при извлечении образца я всегда его маркирую. Как правило, экстезия производится в непосредственной близости от пекторальной фасции. Это позволяет нам предоставить материалы очень хорошего качества для патологического исследования. Существуют коммерчески доступные красители, которые мы также можем использовать. Но, как мне кажется, потратив 25 долларов на такой краситель, мы можем спокойно им пользоваться в течение целого года. Это очень хорошо, это очень удобно. Участки обозвестления продемонстрированы на изображении. И вот таким образом мы можем обнаружить участки обозвестления, можем обнаружить, насколько чистые у нас края, положительные или отрицательные, провести радиографическое обследование. И сразу после этого выполнить эксцезию и получить чистый край уже в момент операции. Исследование Вернштейн Глена не обнаружило значительных ограничений 2D-моделей исследования. Ну, однако, это техника, которая является еще пока новой, она еще пока осваивается. Фоксатрон, 3D-изображение на КТ. Данная техника позволяет нам выявить участки обозвестления. И, кроме того, дает мне хорошее представление о локализации маркера, о расположении маркера в центре образца. Еще одно устройство, КубТек 3D, которое также позволяет очень эффективно локализовать опухоль в пределах образца. Датчик холодного края позволяет нам снизить такой показатель, как положительные края резекции. Это техника, которая продолжает совершенствоваться. Опять-таки, правда, при значительной стоимости метод является довольно дорогостоящим. Еще одна система, оптическая система визуализации тканей, УТИС-периметр, дает изображение высокого разрешения под поверхностью в режиме реального времени. И в настоящий момент мы разрабатываем, в настоящий момент разрабатываются системы на основе искусственного интеллекта для анализа данных. Вы обратите внимание, изображение показывает клинические негативные показатели, клинические позитивные показатели. дает нам возможность локализовать виброзные ткани, ткани, пораженные опухолевым процессом. Ай-Найф, спектроскопия, техника, которая, опять-таки, отрабатывается только в настоящий момент, ее потенциал полностью раскроется только в будущем. И мы, конечно, должны понимать, что данные механические средства, средства автоматизации представляют собой средства, которые значительно расширяют арсенал возможностей хирурга. И, конечно, мы, как хирурги, как я считаю, несем основную ответственность за благополучие наших пациенток. Журнал «Клиническая онкология» указывает, что лишь небольшой процент пациенток имели доступ к лечениям с использованием ультразвуковой диагностики. И мне кажется, что, конечно, этот процент необходимо увеличивать. Большое вам спасибо. Пожалуйста, уважаемые коллеги, вопросы доктора Дюпри. Пожалуйста, Александр Сергеевич. Спасибо большое за доклад. У меня будет два вопроса. Первый. Подскажите, пожалуйста, с чем вы связываете такую достаточно высокую частоту реопераций в Соединенных Штатах Америки, достигающей 20%? Это первый вопрос. И второй. Ваше отношение к современной поляризации такой в мире органсохраняющих операций и краев резекции, когда мы находим новые методы для интрооперационной оценки краев резекции, стараемся, чтобы они всегда были чистые, отсутствовали опухолевые клетки в окрашенном крае. Но, с другой стороны, принимаем рекомендации о фокально-позитивных краях резекции, как в Голландии, и на прошедшей конференции с Ангалин. Спасибо. Когда говорим, что можем не оперировать таких больных. Спасибо. Спасибо. Что касается показателя 20%, мы проводим массовый скрининг на предмет карцинома ин-ситу. И, как правило, нашим пациенткам ежегодно проводится маммограмма. Есть разные аргументы в пользу того, является ли эта болезнь клинически релевантной. Ну, в огромном количестве случаев, при случае в DCIS, опухоли не определяются по результатам МРТ. И это одна из причин, почему процент такой высокий, 20%. Мы пытаемся минимально удалять ткани, для того, чтобы получить максимально позитивный эстетический эффект. При удалении больших объемов тканей проводится онкопластика, для того, чтобы закрыть это различие, этот дефект. И второй вопрос связан с фокально-позитивными краями. И при этой ситуации я не знаю, насколько быстро этот метод будет освоен в США, потому что для того, чтобы, зная, что у нас есть положительный край, и оставить ситуацию таким образом, я думаю, что мы к этому не готовы. Однако, как показывают европейские исследования, мы можем безопасным образом проводить бустинг ложи опухоли. и благодаря этому мы все понимаем, что мы проводим облучение молочной железы, потому что перед нами патология микроскопического характера. меня зовут доктор Ойсмен. Большое спасибо за ваше выступление. Я оперирую молочную железу более 20 лет. Лучевая терапия, конечно же, не дает нам возможности использовать, например, вот в Турции, например, ультразвук не используется, интероперационный. Я использую, соответственно, уже предыдущие методы локализации опухоли, и, соответственно, не наблюдаю никаких сложностей при выполнении хирургического вмешательства по полному иссечению опухоли. Но интероперационно мы определяем, конечно, хирургические края, но окрашивание... Я не думаю, что необходимо окрашивать 6 краев, потому что это, так сказать, затратно достаточно. Мексид мы используем, эсерол в нашей клинике. Но если вы используете проводниковую локализацию, это тоже фактически, так сказать, вполне нормально. Ультразвук требует, конечно, определенного опыта для пластического хирурга, безусловно. Не знаю, необходим ли ведь лицензия, сертификат, да, на использование. Нужно получение, нужно пройти обучение и так далее, чтобы иметь возможность использоваться. И мне бы хотелось задать вопрос относительно хирургических краев. Если вы находите протоковую карциному инситу, вы выполняете иссечение. Второй вопрос, что вы предпочитаете для пациента с мультицентровой опухолью? Хорошо. На первый вопрос сейчас отвечу. У пациентов, которые... Я уже потеряла нить ответ. А какой у вас был первый вопрос? Что-то я тут запуталась. А, да-да-да, проточная карцинома инситу. Есть ли у вас DCIS и, соответственно, онкологи лучевые 1,2 мм края, независимо ни от чего. Даже если это часть более серьезного процесса. Есть более новые... Есть новый тест для DCIS, DX, каприльют, который хорошо показывает, кому нужна лучевая терапия, а кому нет. И когда мы лучше, соответственно, изучим биологию этой патологии, и все же стандартная рекомендация это 2-мм края и непосредственно под кожу. И там у нас, соответственно, верхний, нижний и латеральные края у пациентов с негативными краями, но менее 2-х миллиметров, и лучевой онколог, возможно, захочет использовать бустированный подход, но вот в случае карцинома инситу протоковой 2-мм края. Если у пациента крупная грудь, допустим, и мы хотим сделать это анблок, то сохранение груди выполняется, онкопластический подход используется, иногда также я провожу неодевантную хирургию, чтобы сократить расстояние между опухолями, если там несколько, соответственно, я думаю, что вопрос с ультразвуком, у нас есть система сертификации, соответственно, для использования ультразвука во время операции на молочной железе, но мне кажется, проблемы в основном экономические и политические проблемы, а не со стороны медицинского сообщества, то есть для того, чтобы приобрести опыт в использовании этой методики, это вполне возможно, любой, я думаю, что хирурги, они умные ребята и вполне могут с этим справиться, это скорее, когда вы используете ультразвук как хирург, вы понимаете, что фактически у вас пальцы становятся более длинными фактически, то есть это продолжение ваших пальцев, он помогает вам очень оперировать. Большое спасибо за вопросы. Спасибо большое. В России и в Восточной Европе 5-10% воспалительных опухолей, вот это для информации, какой подход к такой роду, к такому виду патологии, потому что очень трудно хирургические края оценивать в данной ситуации, потому что это специфическая ситуация, но может быть по международным гайдлайнам и рекомендациям руководствам чистые края при инвазивно-раке. при инвазивном а в случае протоковой карциномии расстояние 2 мм. Это какой у вас подход к воспалительным формам опухолей после неодевантного лечения? После неодевантной терапии тот же самый. Фактически, когда пациент проходит неодевантную терапию или ароматазингибитор терапии, обычно я стараюсь удалить область, которая ранее была уже поражена опухолью, но патологический ответ получается, если соответственно это протоковая опухоль карцинома инситу, она фактически исчезает так же, как инвазивная опухоль, но необходимы все-таки негативные края применительно к DCIS, если это резидуальная после неодевантной химиотерапии воспаление, да, стандартное лечение по нашим протоколам, если в клинических исследованиях стандартное лечение, все-таки полная мастектомия и рассечение соответственно подмышечных лимфузлов и так далее, и если соответственно узлы положительные, они соответственно маркируются или клипируются химиотерапия после мастектомии и соответственно если остаются потом восстановительные, реконструктивные процедуры выполняются. Спасибо большое. Доктор Мурава. очень короткий вопрос и очень короткий ответ. Пожалуйста, поздравляю за блестящее выступление. Спасибо большое. Большинство изустроит для интероперационного обследования. Наверное, они есть на рынке в Соединенных Штатах, но вот комментарий такой. Многие годы я использовал проводники старой методики, а сегодня я использую Максит. И вот я лично считаю, если я сравниваю эти два подхода, это блестящая методика. Почему? По этой причине вопрос. Ваше мнение, в чем каково сегодня и в ближайшем будущем, есть ли еще место использования проводниковой локализации? Я лично считаю, скорее всего, нет. Я считаю, что мы должны, конечно, уйти в будущем от этой старой методики. Это очень тяжелая для пациентов процедура, во-первых. И кроме того, я думаю, что в большинстве то, что мы делаем с Максит, я могу делать и при помощи ультразвука. И я думаю, что вот по этой причине я вот так активно и с энтузиазмом рекламирую и промотирую ультразвуковую методику. Но, конечно, препятствием на пути использования всеми такого подхода являются фактически политические решения и так далее. Экономические, конечно, вопросы, финансовые вопросы, безусловно, но тем не менее, я думаю, что если мы это, конечно, может быть, мы никогда не сможем уйти от старых методик, потому что вот все-таки старая методика лучше нам позволяет определить кальцификаты и участки обезбестления. Я думаю, что много еще вопросов необходимо осветить нам в других сессиях. Продолжение следует...